Всем большой привет! И сегодня я хочу вам рассказать об отличиях внутри кофемашин компании Лилит для дома. Ну, это, соответственно, просмемерские рожки для приготовления настоящего эспрессо дома. Сейчас у Лилита произошла нормальная унификация. Во-первых, убраны неудачные модели. То есть, в принципе, нам в Россию они особо не завозились уже давно. Но, тем не менее, для тех, кто смотрит там не из России, хотя в основном, конечно, я буду говорить про российские модели, но немножко затрону, что продается в Европе. Разница сейчас очень маленькая. Так вот, Джилда, Гленда, Диана, это все прошлое. Диана уже довольно-таки давно прошлое. Гленда сейчас распродается, дособирается из остатков. Уже даже на официальном сайте ее нет. Ее больше не будет. Джилда тоже уже годика полтора, как призвано, прошло. Там иногда выпускается граничная партия, но стабильных не будет. И, условно, продукцию можно поделить на базовую линейку и на VIP-линейку. И у них сейчас появились общие черты. Ура! Сейчас можно прямо выделить общие черты. То есть, базовые. Вот, например, Anno Speed Control, мы одна из таких базовых. Это низкая группа. Это, соответственно, бойлер 250, более тонкий. И нагреватель с меньшей мощностью. Вся VIP-овская линейка идет уже с большим объемом бойлера, с более толстым и с более мощным нагревательным тенном. Также еще там новые помпы сейчас в 2021 году и дальше будут. И так далее. Давайте сейчас по порядку. И начнем мы, конечно, с базовой линейкой, самой доступной. С машин Anno и Anitta. Кстати, к слову, вот эту Anno Speed Control мы разыгрываем, но об этом чуть-чуть попозже. Давайте приступать. Начнем разбор всех кофемашин Lelita с самой младшей серии Anno базовой. И вот тут, что хочется отметить. У нас есть отличие от того, что поставляют в Россию. То есть, для нас немножко по-другому делают. Кстати, это тот случай, когда это в плюс, а не в минус, сразу говорю. И, соответственно, европейские линейки. Начнем с Европы. В Европе существует три модели Anno. Это, ну, PL41 будет везде. Поэтому я буду только окончание говорить. Это, соответственно, версия YEM. Это версия LEM. И это версия TEM. В чем отличие? YEM это базовая кофемашина. То есть, без пид-контроллера. С стандартной такой решеткой. С обычным манометром без подсветки. У нас он здесь стоит, например, можете насладиться. И при этом, что как бы немало важно, у нее стоит Panorella. И это главная боль европейской базовой версии. Потому что сбить качественное капучино помощью Panorella, то есть, это вот такого помощника, который вам будет легко делать пузыри. Но вот что-то адекватное из него получить уже крайне сложно. Ну, это версия для ленивых европейцев. Я это называю так. Версия LEM отличается тем, что, да, поставили лакшери черный манометр с подсветкой. Здесь подставка тоже металлическая полностью закрывает. Правда, при этом сокращает расстояние группы. Ну, окей. Зато у нас лакшери там подставка полностью металлическая. Но самое главное отличие в европейской LEM, из-за которого стоит, наверное, ее и покупать. Это стиммер. Там нормальный стиммер, который нам в Россию поставляется уже в базовой версии. Но об этом чуть позже. И, по сути, версия LEM, по сути, есть смысл покупать только из-за стиммера. Версия TEM. Там, безусловно, уже нормальный стиммер. Кстати, при этом решетка и манометр с базовой версией стоят. Но самое главное отличие TEM, это то, что здесь есть пик-контроль. Который, во-первых, вы можете отрегулировать температуру. А не просто термостат держит какую-то. Во-вторых, это гораздо более точное поддержание температуры. Что способствует термостабильности. Об этом чуть-чуть позже поговорим. Когда будем говорить про версию TEM. Она в Европе и в России полностью одинаковая. Но так как я роду из РФ. Давайте поподробнее поговорим о российской базовой модели. Которая у нас также называется YEM. Но, по сути, объединяет европейскую YEM и европейскую LEM. Итак, в России YEM, по сути, это та же самая европейская модель. Но стиммер стоит уже с версии более дорогих. То есть, TEM и LEM. И, по сути, вы получаете, что вы не получаете подставку. Которая нахер не нужна. Потому что она реально сокращает группу. И это минус. Вы получаете то, что у вас манометр стандартный. И тут, как бы, под вопросом, наверное, подсветочка. Это прикольно. В свое время, кстати, в Россию привозили тоже версию LEM. Особым спросом они не пользовались. Так что, наверное, переплачивать за это несколько тысяч бессмысленно. Что в России решили, да? А самое главное, в России ставится сразу стиммер. То есть, там на эту тему говорили. Попросили, чтобы ставили стиммер. И это кайфно. Также у нас для России есть еще интересное отличие. К нам приезжают версии уже с настроенным OPV-клапаном. То есть, вам не надо разбирать машинку, чтобы настроить ее для приготовления эспрессо. На рабочий режим 9 бар. Ну, чтобы вы не знали, европейских он вообще до 15 фигачит. В общем, вам копаться здесь не придется. Вы купили и пользуетесь. Это классно. Но также для России создают вакуум. Я это почему говорю. Это важный момент. Если вы вдруг решите, как обойти систему. Сэкономить, заказать с Европы. Учитывайте два момента. В базовой версии и Анны, и Аниты. Самый базовый, который будет с окончанием ЕМ. У вас будет Панарелла. Я вам здесь сочувствую. Поэтому не надо их брать. И второй момент. У вас также не будет OPV-клапан настроить. Ну ладно, это можно настроить самому. Хоть и уже неудобно. Но самое главное. У вас не факт, что будет там вакуум. Потому что вакуум создается только для Северной Европы и России. Большинство людей у нас сейчас заказывает. Кто заказывает с Европы или Лилит. Они заказывают с Германии. А там как бы по зиме лучше не заказывать. Потому что иначе очень такая угадайка. Может и разорванная машина нахер приехать. Ну плюс еще не забудьте, что сейчас уже, к сожалению, даже на базовой машине действует растаможка. Как бы у нас от 200 долларов уже пошлину надо платить. Ну и доставка. Что же такое вообще с Анна, да? Как база. И чем она отличается от виповских линий? Это однобойлерная машина. То есть здесь один бойлер. Он латунный. На 250 миллилитров. С нагревателем на 1000 ватт. Вот в более дорогих виповских кофемашинах, которые поставляются в России, стоит уже больший объем бойлера. 300 миллилитров. Но помимо того, что он больший объем, он более толстый. Из-за этого, кстати, термостабильность у них тоже на уровне. И, соответственно, там нагреватель на 1200. Они даже физически отличаются внешне. Например, он называется МЦ-029. Про виповские нагреватели поговорим чуть позже. Однобойлерная система что означает? Это означает, что если мы хотим приготовить капучино, у нас, по сути, превращается в две операции, которые мы не можем делать параллельно. То есть у нас базово бойлер нагрет для приготовления кофе. Ну, в среднем термостат старается поддерживать 95 градусов. Если мне нужно приготовить взбитое молоко, соответственно, мне нужно включить режим пара. И тогда вся вода, которая находится в бойлере, начинает закипать. Соответственно, закипающая вода образует пар, который, когда мне машина просигнализирует, что он готов, я открываю кран, и у меня стиммера идет пара, я взбиваю все молоко. Когда я все сбил, я закрываю кран. Выключая режим пара, нужно включить еще режим горячей воды. Для того, чтобы согнать все излишнее давление, излишне перегретую воду из бойлера. И потом я снова могу готовить кофе. Это не минус Анны, это вообще особенность всех на бойлерных кофемашин. Но двубойлерные стоят не просто так в России от 100 тысяч. То есть они намного дороже. Поэтому, что вы возьмете Анну, что вы возьмете более элитную Викторию, вы в любом случае будете с этим сталкиваться. Правда, в виповских линиях есть свои небольшие преимущества на эту тему. Окей. Что еще из моментов, особенностей Анны я бы хотел отметить? Это низкая группа. Как, опять же, базовая машина. Это нормально для базовых машин, но низкая группа. Что это означает? Это означает, что, во-первых, вы не сможете поставить сюда высокий стакан под капучино или латте. Это раз именно высокий. А во-вторых, практически ни одна чашечка с эспрессо не влезет сюда с весами, если вы используете стандартный холдер с таким вот распределительным диспенсером на две чашки. Если вы, соответственно, купите бездонный холдер, то в теории с некоторыми весами чашка для эспрессо у вас будет влазить. Как-то так. По корзинам тоже хочется сказать отдельно. Мы сейчас про размер группы тоже поговорим. Но про корзины что хочется сказать? Почему-то, хотя это не только у Лилита, но почему-то у многих производителей такие корзины написаны как 14-18 грамм. И многие люди спрашивают, а могу ли я сюда класть больше? Рабочий объем этой корзины, чтобы у нас ничего, там куча воды не стояла, чтобы у нас нормально таблетка пробивалась водой, нормально проливалась, от 17,5 до 19,5 грамм. Как раз, ну как и должна быть, это двойная корзина. Вот, 14 грамм не надо здесь использовать. Теперь, что касательно остальных корзин в комплекте, стандартный набор, вы получите, соответственно, корзину для чалдов, нафиг не нужная, и одинарную корзину, которая тоже нафиг, в принципе, не нужная. То есть, готовить по-настоящему эспрессо надо в двойной корзине, но это уже, если кому интересно, ссылочка будет в описании, как правильно готовить по современным стандартам эспрессо. К сожалению, такого слепого фильтра в комплекте у базовых кофемашин нету. То есть, его надо покупать отдельно, он нужен для очистки группы. Трехходовой клапан в этих кофемашинах уже есть. То есть, после выключения пролива, у вас трехходовой клапан засосет остаток всей воды в холдере и в группе, и выльет в поддон, ну, через систему, которую вы здесь не видите. Благодаря этому, помимо того, что можно удобно выкидывать таблетку, у вас не будет размытого жмыха и не будет много докапываний в вашу чашку, благодаря этому еще можно ее чистить с помощью слепого фильтра, то есть, саму группу, от того, чтобы у нас не накапливались остатки кофе и кофейных масел в группе. Еще маленький момент про группу хочется сказать. На базовых кофемашинах группы стоит 57-я. То есть, это вся Анна и Анита. А также еще в европейских версиях это еще и Грейс. Так вот, момент то, что некоторые люди специально переплачивают, берут более дорогие модели только для того, что там была 58-я группа. И вот, что хочется на эту тему сказать. Господа, на приготовление кофе разницы, что 57-я, что 58-я группа, не будет. То есть, у вас граммовки одни и те же, от одного миллиметра в диаметре даже в реальности меньше. Разницы не будет в приготовлении. Можете не париться на эту тему. Основное замечание к такой группе было из разряда то, что сюда тяжело найти сторонние аксессуары. То есть, ну, Lilith в базовой версии вынуждает вас покупать проприетарные вещи. То есть, холдеры, темперы, дистрибьюторы, слепые фильтры. Вот это все, типа, надо покупать только оригинальные. Вот, что хочется на эту тему сказать. По части холдеров проблемы остаются до сих пор. Действительно, я, например, так и не нашел холдеры неоригинальные на 57-ю группу. Но, по факту, это нормальный холдер. И все, что вам нужно будет сюда докупить, если вы захотите поиграться с бездонным холдером. То есть, это разовая покупка. Все. Но каких-то дополнительных здоровых элитных холдеров, в любом случае, как бы, на домашних машин таких-то и нет. Что касательно темперов, дистрибьюторов, это уже не актуально. Ребята, уже даже на Алиэкспрессе, даже на Алиэкспрессе уже есть, если вы не знали об этом, есть дистрибьюторы на 57-ю группу и темперы. И даже не просто 57-го размера, но уже как оригинальные 57-35 и 57,5. То есть, чтобы у нас даже по краям ничего не оставалось. Даже такие размеры на Алиэкспрессе уже есть. Поэтому с подбором аксессуаров проблем быть не должно. Теперь немножко поговорим о версии тем. Дизайном она чуть-чуть будет отключаться от того, что у нас здесь не три рычага, а два рычага. По сути, нам просто оставили себе те же самые возможности. Просто одну кнопку сделали на включение помпы, а вторую как раз выделили на все режимы. То есть, если раньше у вас отдельно был пролив, отдельно режим пара, то теперь это все просто на одном рычаге, а второй рычаг включает помпу. Все. Соответственно, на ЕМ это три вот этих рычажка, на, соответственно, ТЭМ два. Зато у нас появился здесь ПИД-контроль. То есть, немножко переехал еще манометр в другую сторону, а здесь, в этом углу теперь стоит ПИД-контроллер. Что это нам дает? Во-первых, это точная подстройка. То есть, вы можете задать там 93, 92, 95 градусов. И поверьте, на некотором кофе это влияет. Но основа все-таки не эти градусы. Основа вот в чем. В обычной версии стоит стандартный термостат. Ну, нормальный такой термостат. У него есть вилка работы. То есть, если вы настраиваете термостат, чтобы он поддерживал 95 градусов, у него никак бы он не хотел, и называется, хотя может ли что-то хотеть термостат, интересно. Так вот, как бы он не хотел, он не сможет поддерживать ровно 95 градусов. Потому что он работает по принципу вкл-выкл. Ну, вот у кого есть там утюги, я думаю, вы поняли, о чем я. То есть, он там достигает температуру около 95, он отключается. У вас инерционный нагрев все еще продолжается. Он может доскочить до 97 градусов. Потом, соответственно, когда температура понижается ниже 95, он включается. Но инертность где-то на уровне 93-92 градуса. И после этого включается. Короче, в реальности у нас может прыгать в районе 5 градусов. ПИД контроль, это немножко другой. Это уже четкий регулятор, который заранее включает нагрев, заранее его выключает, для того, чтобы с помощью более точного датчика поддерживать им на нужную заданную вам температуру. Это влияет не только для того, чтобы вы могли подстроить, что я хочу 93 или 92 градуса. Это влияет на стабильность температуры. У вас, во-первых, во время простоя нет этих скачков, как с термостатом. А во-вторых, даже во время пролива термостабильность на таком бойлере с ПИД контролем, с этим датчиком, гораздо выше. Это особенно хорошо видно на некоторых таких зернах, интересных обработок, которые от лишней такой закисленности, от излишнего падения температуры во время пролива, начинают быть довольно-таки противными на вкус. К сожалению, не все из них прям идеально вывариваются на базовой Ане. С ПИД контролем эта проблема не существенна. Большинство людей, скажу честно, по части качества эспрессо разницы между ем и тем не почувствуют. Для большинства людей, особенно на нормальных, стандартных, честных сортак зерна, типа Иргачев, там грейт четвертый, или там даже грейт второй, допустим, если он обжарен под эспрессо, на каком-нибудь там Бразилиях, это не будет вообще заметна разница. Но вот если вы хотите использовать какие-то тонкие сорта кофе, лучше брать версию с тем. Как-то так. Ну и если вы вообще уже чувствительный человек, то есть профессионально долго работали в этой сфере, у вас ограниченный бюджет на покупку кофемашины, тогда и вы выбираете среди базовых моделей, тогда посмотрите в сторону тем. По сути, вот основная разница. Раньше я пока сам не поработал с версией тем, я не видел в ней смысла, потому что я считал более маленький, инертность очень большая, и скорее всего я так думал, что пит контроль не будет справляться со своими обязанностями, и, как говорится, я не почувствую разницу. Однако нет. У меня, когда я взял версию с пит контролем, к этому времени у меня уже была джилда, и я уже поработал на таких более дорогих моделях, например, Becerra Unica, у которых тоже есть пит контроль и большой бойлер. Так вот, Анна не проседала сильно по сравнению с ними в плане приготовления напитков, именно Анна с пит контролем. То есть, у меня был опыт с обычной Анной в виде Аниты, но чуть-чуть позже об этом, без пит контроля. Был опыт с машиной без пит контроля, но с большим-большим бойлером, с лучшим нагревателем, и, соответственно, с машиной с большим бойлером и пит контролем. Так вот, Анна не сильно проигрывает хорошую модель в приготовлении эспрессо. Именно Анна с пит контролем. Поэтому, да, как оказалось, стоит переплатить. Кстати, с точки зрения взбивания пара, самое прикольное, что здесь он более мощный, более сухой, за счёт того, что вы можете поднять температуру на нём. Я так понимаю, чтобы не заявлял лид, но стандартная температура пара в обычной версии по термостату около 125 градусов. Ну, бойлере старается поддерживать. Здесь можно поднять до 135, а иногда даже в некоторых моделях я встречал и больше. Поэтому, да, пар можно получать даже более мощным, более сухой. Это основные преимущества версии Temp. И, как бы, если вы покупаете надолго, что не просто попробовать что-то, куда можете снять эспрессорожок, а вы хотите вот один раз купить, там, и с ним прожить 5-6 лет, я вам советую сразу покупать версию с пит контролем. Отдельно я хочу сказать про версию с пит контролем, потому что там есть очень неприятный момент. Люди, которые покупают, видят во время пролива очень интересное изменение температуры. Может показывать падение на 12, на 10 градусов. И люди думают, что у них в проливе именно такое падение. Господа, в общем, какой тут момент. Датчик температуры показывает температуру в онлайн-режиме. Стоит он сверху. То есть, ну, это правильное расположение, потому что если вы ставите куда-нибудь сбоку, ближе к низу температуру, он не сразу будет реагировать при поступлении воды. Как работает вообще кофейный бойлер? Включение термостата, в данном случае вообще пит контроля, включение нагрева. Когда вы включаете пролив, у вас включается помпа и качает свежую холодную воду в кофейный бойлер, вытесняя горячую. И, естественно, у нас начинает охлаждаться температура воды в бойлере. И для того, чтобы у нас максимально быстро реагировал нагревательный прибор, чтобы температура не падала и не влияла на ту температуру воды, которая в проливе, датчик обычно старается ставить к верху, к уровню воды, чтобы он максимально быстро реагировал. И вот в чем проблема. Датчик, ну вот те цифры, которые вы видите на мониторчике, в Ане и Аните, это онлайн. То есть, это не температура пролива, это температура воды в бойлере сверху. Это важный момент. Соответственно, когда он показывает, что у вас во время пролива эспрессо упало на 10 градусов температура, это не так. Во время пролива падение происходит 2-4 градуса. На пик контроле как раз-таки около 2, не 10. И поэтому, ребята, я, если вы посмотрите виповские линии, где у нас пик контроль с этим компьютером, как вы думаете, почему, например, на Виктории в реальности стоит таймер? Хотя, казалось бы, у нас нету остановки по кнопке, то есть, мы не можем прогрессировать кнопку. Этот таймер там стоит как раз-таки для того, ну, вам, конечно, удобнее, когда у вас таймер отсчитывается не на весах, а на самой машине, но это, прежде всего, стоит для того, чтобы вы не видели эти цифры. Их ни одна машина не показывает вообще вам, потому что это не цифры пролива, чтобы вы не пугались. Почему в Ане и Аните это сделано, почему вы эти цифры видите, я не знаю, но, поверьте, самое главное, нет у вас падения на 12-15 градусов во время пролива. Просто я всегда угораю над такими комментариями. Конечно, если вы купите Викторию или тем более шбиянку, или у вас температура пролива будет более стабильна, то есть изменение будет в рамках одного градуса во время пролива спресса, понимаете? Именно вот эта цифра. Но это не означает, что в самом кофейном бойлере изменения температуры нету в пределах там 5-6-7 градусов. Просто холодная вода вытесняет горячую, вот, и на датчик хорошо, что показывает снижение температуры, потому что он сразу включает нагрев. Чтобы это поднятие температуры не касалось воды, которая внизу и вытесняется. И чтобы у нас не успевала вода охладиться. Как-то так. А для того, чтобы действительно получить падение на 10 градусов во время пролива, нужно слить примерно 150-130 миллилитров из кофейного бойлера. Для понимания вашего в эспрессо используется примерно 60 миллилитров воды. то есть, если мы ориентируемся на стандартное двойное эспрессо, где у нас в чашке должно быть 40 грамм, еще где-то 20 грамм кофе, остается у нас кофейной таблетки, ну, 30 максимум. Так что, не пугайтесь, пожалуйста, этих цифр, ладно? А я надеюсь, что Лилит в следующих версиях Анны сделает просто во время пролива таймер и будет всем удобно. Никто пугаться не будет и людям будет удобно. Господа, я хочу вам напомнить, что 1 ноября 21 года нашим канал исполнилось 3 года и в честь этого мы проводим большущий розыгрыш. Все подробности будут по ссылке в описании. Главным призом этого розыгрыша является набор из эспрессо кофемашины Lilith Anna Speed Controller который как раз таки рядом со мной весь ролик и стоял кофемолки Lilith Fred и всех необходимых аксессуаров для работы и ухода за кофемашиной. Огромное большое спасибо поставщику Lilith в России у которой есть официальный сайт и вы напрямую можете купить у них Lilith Эспрессо. Кстати, при покупке с нашим промокодом Perfetta Temper в неакционное время вам подарят оригинальный темпер если проходит какая-то акция где есть физическая скидка в рублях вам подарится липой фильтр то есть подарок вам какой-то будет в любом случае и используем промокоды вы поддерживаете канал господа господа рожок классный приз офигенно еще раз большое спасибо Lilith Espresso за предоставление приза все ссылки будут в описании ну а мы продолжаем по сути тему тонкая, микрометрическая, при этом у неё широкий шаг. То есть, для того, чтобы поменялся вес эспрессо при проливе, ну, чтобы в целом мы изменили наш напиток, нужно довольно-таки сильно повернуть ручку. Там на четверть оборота. Из-за этого тонкая подстройка на ней удобна, когда к ней привыкаешь. В отличие от некоторых других систем, других кофемолок, у которых прям очень тоненько чуть-чуть повернул, уже резко поменялся напиток, и с ними не так удобно работать. Главный минус её, который я вижу, это длинный кофейный тракт и слабые щёточки, которые должны вокруг жерновов собирать у вас кофе и толкать его к сбросу. Через месяц-два месяца работы с такой вот кофемолкой Фред отдельный у меня накапливается такое хорошее кольцо молотого кофе вокруг стенок внутри кофемолки. Щётки не достают до конца стенок. Представьте, из чего вот у нас такое вот кольцо образуется, и это надо чистить. В аните добраться до внутренности кофемолки можно. И, конечно, не так легко, как здесь. Снял на винтах и раскрутил. Но там также всё разбирается, и добраться, почистить всё это можно. Но оказалось, что то ли в аните об этом подумали, то ли что. Но в аните, то ли мне кажется, что там щётки длиннее, то ли что. Но таких прям колец, как у меня было в моей версии, отдельной кофемолки Фред я там не замечал. Это во-первых, поэтому там с этой проблемой меньше. А во-вторых, ну как-то даже не знаю сказать. С одной стороны, не рекомендуется, когда кофемолка в одном корпусе. Потому что всё-таки здесь у нас молотый кофе всё равно остаётся. Вокруг жерновов там в любой кофемолке практически это будет. А тут у нас как бы влага. С другой стороны, сам Фред тоже изолирован внутри аниты. И поэтому, когда я разбирал и видел остатки кофе в своей аните, они не были влажными. И не было никакой плесени. Поэтому с этой точки зрения, если у вас есть деньги, вы можете себе позволить купить отдельно комплект. Лучше купить комплект. Но если вы хотите максимальный режим экономии, покупаете комбайн. Или, например, вам нужно делать не в экономии, а в размерах. Вам нужно, чтобы это комфортнее, там стояло в одном месте. Либо вам просто нравится, чтобы как это выглядело. Тогда ничего страшного не будет. То есть, каких-то глобальных проблем от того, что кофемолка внутри, я при пользовании. А я пользовался анитой почти год, я не заметил. Так что можете её тоже спокойно покупать. А в остальном разница с аннами только одна. У нас здесь рычажки, а там кнопочки. Кому как нравится. Вот. Как бы это основная разница. Бойлеры, всё это то же самое. Переходим теперь уже к виповским линейкам. И немножко затронем ту кофемашин, которая в России не приводится, а именно Грейс. Теперь про Грейс и Викторию и Кейт. Итак, Кейт и Виктория примерно похожи Макаром, сделаны как и Анна и Анита. То есть, Кейт это по сути Виктория, плюс кофемолка Фред, но правда там уже кое-что докрутили к Фреду. То есть, там сделали автоматическую работу кофемолки по времени, то есть, можно дозатор сделать по времени. Там, соответственно, у нас холдер прям стоит, группа 58 и так далее. Но чуть-чуть об этом попозже. Я хочу затронуть вначале Грейс. Почему не привозят Грейс? По крайней мере, я сейчас передаю логику того, что мне сказали в российском представительстве. Но коротко я её сам понимаю. Дело в том, что Грейс и Виктория во многом машины очень похожи. Здесь уже у нас начинается высокая группа. Дизайн прям одинаковый. Этот LCC-компьютер, как они его называют, есть и в Грейс, и в Виктории. С помощью этого компьютера что можно сделать? Можно, соответственно, также регулировать пит-контроль, как и на версии Анны с пит-контролем. То есть, у нас и в Грейсе и Виктории это уже есть. Также можно программировать предсмачивание. Да, в этих машинах начинается уже предсмачивание. Вы можете пользоваться для двух вещей. Для влияния на вкус кофе. И второе, для чего вы можете использовать предсмачивание, это если вы не хотите возиться с распределением, и хотите использовать, например, просто дистрибьютор, ещё что-то. Ну, то есть, без какого-то сидения с иголочками, подбиванием кучу времени. В этом случае пролив с предсмачиванием не будет вам разрушать таблетку. Так как вначале подаётся вода под маленьким давлением, которое просто даёт слипнуться таблетке и подготавливать её к экстракции, потом идёт поток. Благодаря этому вы влияете не только на вкус, но и на то, что у вас таблетка во время пролива не разваливается, даже если вы очень средне распределили кофе по холдеру и средне затрамбовали. Если вы совсем херово сделали, это не поможет. Но если вы не хотите просто с этим возиться, то предсмачивание хороший здесь выход. Ещё один момент, которым нам помогает этот компьютер, это то, что во время пролива, когда вы включаете приготовление кофе, вам будет показываться время, сколько сейчас льётся кофе. То есть, если вы ориентируетесь по времени, вы можете, соответственно, узнать. Вам не нужно где-то на весах или на телефоне запускать таймер. К сожалению, остановки здесь нет, но можно запрограммировать просто нужное время, и он вам покажет, что всё, как бы 25 секунд прошли. Это можно сделать. Остановка появляется только в Элизабет, ну, начиная с Элизабет. И это есть и в Грейс, и в Виктория. Но в чём отличие, соответственно, Грейс? Это 57-я группа, более простой бойлер, как на Анне, и, соответственно, более простой нагревательный элемент. А по ценам всё, примерно получалась небольшая разница, если превратить в Россию, поэтому Грейса у нас нет. Чем будет отличаться Виктория от Анны? Будем говорить именно в таком разрезе. Помимо того, что у неё дизайн випуски, то есть металл более толстый, не сильно, но всё равно он выглядит интересно. Как бы сказать правильно? Просто приятнее глазус выглядит. У него круглые черты, а не квадратные, без каких-то вот стыков, под которыми можно поцарапаться. Хотя здесь тоже всё не так плохо. Но в целом, то есть там более качественная сборка. Там высокая группа. То есть вы можете готовить эспрессо уже с весами. Что хорошо, если вы хотите добиваться максимального качества вкуса эспрессо. Предсмачивание есть, о котором я говорил, его можно до 8 секунд программировать. Также, естественно, есть пит-контроль, в котором вы можете, например, задать температуру пара до 145 градусов. И за счёт того, что бойлер у вас больше, нагреватель мощнее, и вы можете задать более высокую температуру, мощность пара в Виктории будет мощнее, чем в ванне. Термостабильность тоже выше. Не только за счёт того, что здесь есть пит-контроль, он как бы есть и в этой версии, но и за счёт того, что здесь бойлер другой. Он вроде как не сильно больше на 50 мл, но он ещё и более толстый. То есть, это можно даже физически увидеть. То есть, такое ощущение, что он там сильно выше. Или как будто он там чуть ли не пол-литра, хотя он действительно всего лишь там 30 мл. Нагреватель мощнее на 1200, более мощный. И в результате, несмотря на то, что объём как бы больше, время работы, подготовки работы у Виктории такой же, как у Анны. То есть, рекомендую до 15 минут выдержать, но через 10 теорий можно уже готовить. Это раз. Во-вторых, мы получаем лучшую термостабильность пролива эспрессо. В принципе, в Виктории я уже могу прям готовить эспрессо как в профессиональных кофемашинах по качеству. То есть, если вы что-то там приготовили не так, это уже не надо видеть кофемашину. Вот так вот скажу. Самое главное, что там 58-я группа. То есть, вот начинаем вот это всё, что это стандартная группа, мы можем купить где угодно любые абсолютные изобретения в этом мире для профессиональных кофемашин. Мы можем купить дорогущие корзины со стороны. Мы можем купить бездонный холдер от другого производителя. Ну, кстати, от Лилита это тоже можете купить. Взаимозаменяемость аксессуаров, холдеров и так далее для такой группы гораздо выше. Ну и тоже в числе гораздо проще подобрать, соответственно, если нам нужны, например, уплотнители группы, сетка группы, сетка душа и так далее. То есть, по сути, с Викторией вы можете работать уже с профессиональными аксессуарами. Ну и сам холдер там мощнее, более тяжелый и так далее. Это само собой разумеется. Как бы это основная разница. Но есть еще пара хороших удобных плюшек. Так как Виктория тоже однобойлерный рожок, так же, как и Анна, у нее тоже есть такая небольшая проблемка, связанная с тем, что после пара надо, соответственно, прогонять горячую воду, пар должен нагреваться. Но тут что интересно. Во-первых, в режим пара кофемашины переходят быстрее, чем базовый Анна и Анита. Хотя, казалось бы, бойлер больше. Но более мощный нагреватель здесь играет роль. Это раз. Второй момент. После приготовления, после того, как вы закрыли кран и выключили режим работы с паром, он сам сбрасывает через трехходовой клапан излишки перегретой воды. Хотя я крайне все равно рекомендую открыть кран в режиме горячей воды и все-таки еще немножко сбросить воду, тем не менее, если вы не собираетесь после взбивания молока готовить эспрессо, вы действительно можете не возиться с этим. Потому что у вас излишки воды перегреты, сбросила, то есть излишки нагрузки на клапана или на бойлер не будет. И она сама чуть-чуть потом еще остынет и стабилизируется. То есть, если я вначале приготовил эспрессо, потом сбил молоко, мне уже не нужно будет включать режим горячей воды, и ждать пока чуть-чуть подостынет у нас, соответственно, вода в бойлере, выйдет вначале пар, потом выйдет просто горячая вода мутного, когда она такая мутная, белесая, это еще значит перегреты более. И пока она не пойдет прозрачно. Мне этого ждать, как в базовых машинах, не надо. По сути, я приготовил себе эспрессо, сбил молоко, выключил режим пара, он сам все, что надо мне сбросил, и если я сейчас сразу не буду готовить, он сам стабилизирует температуру в течение 3-4 минут. Это удобство, безусловно. Но для меня самое главное отличие Виктории, это, по сравнению с Анной спидконтролем, это прежде всего высокая группа, потому что это позволяет им готовить по весам и готовить уже прям профессионального уровня кофе. Виктория может готовить купить, безусловно, но если вы нацелены в первую очередь на качественный эспрессо, и в основном пьете именно эспрессо, то есть черный кофе, то Викторию вы можете спокойно выбрать вместо Элизабет, Мары и так далее, потому что основные фишки вы все уже получаете, качественный эспрессо вы уже получаете, ну а если вы иногда захотите себя побаловать капучино, то с этим тоже нет проблем. Что касательно Кейт, сейчас также университет разница, ребят, раньше на Кейт и Викторию ставились другие паровые трубки, другие стимеры, но теперь они университированы вместе с Анной и Анитой, поэтому и на Викторию и на Кейт будет одно отверстие, раньше почему-то на Кейт была еще насадка на два отверстия, вот, и на одно, а на Викторию только одно, сейчас уже вообще нет разницы. И с точки зрения приготовления черного кофе, Кейт это та же самая Виктория, все, что я сейчас рассказал про Викторию, в плане приготовления черного кофе, там высокая группа, 58, вот тут все относится к Кейт. Отличие будет только то, что в Кейт есть встроенная кофемолка, причем она встроена немножечко уже, ну скажем так, более комфортная, чем в Аниту, то есть у нас база того же самого Фред, то есть это коническая кофемолка, 38 мм, вот эта стандартная, тонкая настройка, но здесь уже есть таймер работы кофемолки, который вы настраиваете через вот этот компьютер LCC, соответственно вы один раз нажимаете, у вас одинарная порция готовится, которую вы запрограммировали, два раза нажимаете, готовится двойная порция, которую вы запрограммировали, то есть дозировка по времени, конечно там чуть-чуть возможно у вас по весам все равно надо будет убрать излишек кофе, но самое главное, вам не надо будет стоять и ждать и смотреть на глаз сколько насыпается, в принципе это вся основная разница. Единственное, что еще Кейт чуть-чуть потяжелее разбирается, из-за того, что она не такая дубовая, как Анита, и надо аккуратно снимать крышку, чтобы не погнуть, но в принципе в остальном логика такая же, как Анита, Анна, Виктория, Кейт, все то же самое. Кофемолка мне нравится, именно жернова и качество помола у Фреда вполне хорошая, что бы кто ни писал. И для эспрессо хватает за глаза и самое главное настраивать его удобно, мне это тоже очень нравится. Что касательно помпы, она стоит в собственном производстве, уже как и на Ане и Аните, раньше тоже стояла Улька, но она все еще не тихая, то есть работа ее такая же примерно по звукам, как у Ульки. Дальше мы будем говорить о моделях, в которых уже стоит тихая помпа. Элизабет и Мара Икс. Ну, Бьянка там вообще ротационная. Прежде чем сейчас приступить к разговору об Элизабет, хочется кое-что добавить. У меня, значит, именно не в пользовании, потому что в пользовании были те машины, которые я еще обозревал, а именно я сам покупал три модели Лилита. Это Анита, это Джилда и это Элизабет. Ну, вот что хочешь добавить. И моя единственная такая покупка осознанная, новая, без всяких, ну, как-то не бэушная, там, не демо-модель, как было до этого, эта покупка была только Элизабет. Аниту я купил для того, чтобы, ну, чтобы действительно поготовить, типа, просто эспрессо. Джилду я купил, потому что захотел посмотреть, насколько будет круче с большим бойлером модель, ну, и плюс получилось ее недорого купить. А вот Элизабет я покупал уже специально, выбирая, у меня даже есть отдельный ролик, почему я выбрал именно Элизабет, специально подбирая, я купил ее новую. Для меня эта сумма не маленькая была, пусть даже для меня это разбили на части. Но тем не менее, самое главное, то есть, Элизабет, на мой взгляд, это сейчас лучшая модель для дома у Лилита, именно по моему мнению. Это не означает, что Бьянка или Мара Икс плохие или хуже, но вот, по моему мнению, здесь есть сочетание вот всего, чего я хочу именно в домашней машинке. И поэтому, Элизабет, я, наверное, буду максимально субъективен, потому что я ее сам, прям вот тут, мне она нравится до сих пор, при том, что, честно говоря, мне приехал не самый удачный экземпляр. вот, но это уже отдельные моменты. Итак, что касательно теперь Элизабет, это первая модель, в которой мы сейчас будем говорить, которая может нам делать быстрое взбивание молока, то есть, здесь у нас двубойлерная система, то есть, есть отдельно кофейный бойлер и отдельно паровой бойлер. Что это нам дает? Ну, во-первых, конечно, она дает то, что мы можем параллельно взбивать молоко, пока готовится эспрессо, это раз. Во-вторых, нам не надо ничего сбрасывать, возиться с этим и так далее. То есть, у нас всегда пар готовый к работе, отдельно поддерживаемый под своей температурой. Это тоже круто. Вот. Это что делает? Это, во-первых, ускоряет, во-первых, приготовление капучино и делает его гораздо проще и без ааа. То есть, время приготовления капучино на Элизабет 35 секунд. Вот. Это я говорю двух чашек капучино, когда ты параллельно эспрессо разделяешь на две чашки и сбиваешь питчер 0,6 литра на, соответственно, того, чтобы разлить по двум чашкам. Ну, либо делаешь одну такую большую здоровенную, как я жене готовлю, на 350 миллилитров чашечку. Вот. Это первый момент. Сколько у меня заняло бы времени даже на Виктории? Примерно полторы минуты. Сколько бы это заняло на анионите примерно две, потому что там еще пришлось бы контролировать сброс излишнего давления, сброс перегретой воды. Здесь это 35 секунд. Ну, как бы, согласитесь, если вы пьете в основном капучино, это приятнее. Это раз. Вторых, здесь сидит у нас уже профессиональный размер трубки. Во-первых, трубка холодная. Что это значит? То есть, если вот здесь у нас обычная металлическая трубка, и все. Ну, и на ней, соответственно, у нас есть накладка, чтобы мы не обжигались вот эта резиновая. Также надо отметить, что здесь сечение свое, собственно, это трубочки более узкие, чем профессиональные, и насадки, соответственно, там свои. Это касательно всех машин, которые мы говорили до этого, в том числе и Викторий Скейт. Однако в Элизабет начинается уже, во-первых, двойная трубка, то есть, помимо этой металлической трубки, внутри есть еще и специального материала, сделанная трубка, по которой проходит пар. Представьте, чего внешняя трубка у нас холодная, и мы, ну, если много сбивать, она будет теплая, но она не перегрета, и ты можешь руками спокойно двигать, и это первый плюс. То есть, это уже признак таких серьезных машинок. Второй момент, сечение насадки профессиональной, то есть, у меня, соответственно, в базе идет насадка с двумя отверстиями, но я вот, например, себе поставил насадку от профессиональной кофемашины с четырьмя отверстиями для сбивания пара. И это произошло без всяких проблем, потому что резьба, сечение резьбы такой же, как на профессиональных кофемашинах. Тоже круто и удобно. Далее идем. ОПВ-клап у нас уже на всех кофемашинах Лилит, которые поставляются в России, уже настроены. Это, как бы, само собой, разумеется, бойлер паровой здесь сделан 0,6 литров из нержавеющей стали. И вот тут, что хочется сказать. Дело в том, что я слышал мнение, что это маленький паровой бойлер. Вот я хочу сказать только следующее. Да, действительно, бойлер якобы небольшой, ну, потому что ты смотришь, кто-то там пытается 2,5 литра зафигачить, но это только гуфы так придумали, в остальных нет таких объемов. А кто-то делает литр, полтора литра паровой бойлер. Но Элизабет довольно-таки компактна для двухбойлерной машины. Это первое, что мне хочется добавить. Поэтому, как бы, по сути, она размером как кейт. Просто то место, где она стоит у вас кофемолка, в реальности здесь стоит паровой бойлер. Это первый момент. То есть, она не такая прям огромная. Но второй момент, что важно, мне хватает за глаза. То есть, я подряд сбивал 3 питчера. Да, конечно, подливалась вода на прогрев между питчерами. Во время, кстати, сбивания молока не подает помпа воду в паровой, более что важно. То есть, по крайней мере, я так ни разу этого не добился. Мне пара хватает за глаза. Вот что самое главное. То есть, для домашних. Конечно, если вы будете ставить друг, не дай бог, кофейню, вы столкнетесь с тем, что 0,6 вам не хватит. Да, но это домашний аппарат. Как бы. Зато время полного вот я сейчас открою секрет. Время полного нагрева по индикатору 8 минут в реальности 15. То есть, через 15 я могу спокойно готовить 2 чашки капучино, либо двойной капучино. Без всяких проблем, без падения температуры. Естественно, пит-контроль у нас здесь также есть. Естественно, есть предсмачивание на кофейном бойлер. Ну, это все фишки Виктории, конечно же, тут как бы есть. У нас там есть таймер работы. Но здесь мы уже не просто это видим. Мы еще можем это запрограммировать на остановку. Это удобно, если, соответственно, вы в основном готовите капучино. И если вы еще не очень хорошо взбиваете молоко и хотите сосредоточиться на взбивании молока, не отвлекаясь на пролив кофе. В этом случае вы просто настраиваете соответственно под определенное время, программируете кнопку на это время, нажимаете кнопку и можете полностью сосредоточить свое внимание исключительно на взбивании кофе. Потому что вы знаете, что соответственно в нужный момент пролив остановится раз, ну и соответственно там трехходовых клапан сработает, у вас будет мало что докапывать чашку. Как-то когда ты привыкаешь взбивать молоко, тебе уже это не нужно. То есть я специально даже взял две кнопки программируются, я себе запрограммирую следующим образом. Вторая кнопка без присмачивания настроена только на 25 секунд пролива, это для наших тестов кофемолок. А первая кнопка настроена уже под меня, там 5 секундная задержка присмачивания и 33 секунды общего времени пролива. И я готовлю по весам, устанавливаю нужный мне момент. То есть я просто к этому уже привык, но в первое время автоотключение было прям кайфное. Вот, для новичков прям супер. Также у нас здесь отдельный кран горячей воды, конечно, группа на Elizabeth 58, конечно, замки нормальные, стандартные, то есть сюда можно подобрать от других кофемашин холдеры, можно все это возиться, пожалуйста, ради бога, если хотите. Проблемы вообще не вставляет. Вот у меня прям распределитель, он куплен с Алиэкспресса, то есть тоже прекрасно подходит. У Элизабет впервые на кофемашинах подобного типа появляется нормальный подогрев чашек. Подогрев чашек есть во всех кофемашинах, но это просто как? Он пассивный, то есть у нас есть металлическая пластина, которая нагревается от тепла внутри, тепло исходит от нагрева бойлера. Но, как вы понимаете, нагрев небольшого бойлера, просто пассивное какое-то тепло внутри на эту... Короче, как бы она теплая, но не очень горячая, чашки греют очень медленно. А в Элизабет такой проблем нет. В Элизабет тепло еще исходит не только из маленького кофейного бойлера, но и из большого парового. Ну, большого там, по сравнению, да, с кофейным. И чашки через полчаса уже теплые, нормальные, то есть они уже не охлаждают поступающийся в эспрессо, и отдельно их греть не надо. Если вы сразу хотите готовить, тогда да. Но если прошло уже полчаса с момента включения кофемашины, температура уже вполне достойная. Элизабет, это, наверное, та самая кофемашина для дома, которую вы купили, и будете довольны. Единственное, что может вас в какой-то момент смущать, что это вибропомпа, а мы как бы надо брать настоящий эспрессор ротационно. А вот, что хочется здесь добавить. Во-первых, вибропомпа здесь уже идет саленд, она тихая. В моей версии нихрена не так, но я покупал еще, когда стояли ульки. У меня улька стоит. Сейчас стоит тихая помпа. Впервые работаю я ее увидел на Mari X, где тоже она же стоит. И, честно говоря, давайте мы на Mari X вам покажем, как работает эта тихая помпа. Мы это снимали. У меня в руках петличка. Вот она. Сейчас я ее положу между двух кофемашин примерно на равное расстояние. Вот, микрофон с этой стороны. Меня все равно будет слышать, я уверен. Так, включаем ее. Теперь по одиночке. Это у нас Анна. Ну, она, Анюта, Викторина. Пожалуйста. Это Мара. Ну, это, соответственно, тоже преимущество. Также, кстати, вибрации эта помпа дает меньше на корпус. Поэтому чашки, в принципе, и в остальных версиях-то не улетали. Даже, в принципе, в ванне они особо не катались уже. Но, вот, в Элизабет такого вообще никогда не бывает. То есть, с новой помпой, это прям кайф. эспрессо на такой машине, ну, действительно, не будет уступать профессиональным. В случае, как вот с Викторией, хотя там, конечно, помпа более простая. Если вы не хотите, соответственно, переплачивать за ротационную помпу, за большие бойлеры, и берете рожок для дома, и готовите и эспрессо, и капучино, ну, ребят, Элизабет хороший вариант. Ну, вот, если вы в основном пьете только капучино, то вы можете немножко сэкономить, или вам нравится еще ретро-дизайн, и взять другую модель, о которой мы сейчас поговорим, это Mara X. Mara X у нас на данный момент последний обзор, который мы делали на кофе-машине Lilith, и он самый качественный, ну, потому что первый обзор, я еще делал те времена, когда, ладно, не будем о грустном, в общем, если вы хотите полноту, картину, посмотреть про эту модель, Mara X прям советую, это хороший обзор, сам себя советую, но давайте сейчас все-таки здесь тоже мы коротко об этом поговорим, Mara X это теплообменник, есть отдельное видео о разнице в системах, я оставлю на него в описании, но, условно говоря, прямо идеально подстроить температуру с точностью до градуса, как в бойлерах с пит-контролем, там нельзя, но Mara X это теплообменник, немножечко уже модифицированный, я с Mara впервые работал со старой версией, я не знаю, видно тут или нет, она там стоит, если не видно, то Рашид сейчас отфоткает, там еще была низкая группа, там еще был обычный теплообменник, стандартный прессо-стат на температуру, то есть, ну, все было стандартно, Mara X уже есть серьезные изменения, во-первых, группа стала высокой, это раз, то есть, во-вторых, у нас помпа такая же тихая, как на Элизабет, ну, и, соответственно, на Mara X мы вам и показывали разницу в шуме, в-третьих, да, здесь настройка идет по прессо-стату, то есть, это, по сути, настройка давления, внутри бойлеров большого, а не настройка по градусам, но, но, здесь натыканы дополнительные датчики температуры, за счет того, за счет этого Mara X по сравнению с обычным теплообменником, типа Оскара, от Симонелли, или от старой Mara, например, у нас есть температурные режимы, то есть, режимы, при которых уже более-менее, более четко контролируется температура по сравнению с обычными теплообменниками, то есть, здесь можно выставить температуру погорячее, то есть, за 97 градусов можно выставить стандартную температуру для кофе, и температуру более низкую для приготовления там интересных и необычных сортов кофе, то есть, если вы сейчас будете направлены на приготовление в первую очередь эспрессо. Естественно, такое изменение температурных режимов в том числе будет сказываться на пар, то есть, если вы сделаете температурный режим низкий, то есть, будете использовать низкую температуру для приготовления какого-то интересного сорта кофе, то и пар будет слабее и влажный, но, тем не менее, все равно пар будет мощнее чем на большинстве домашних версий даже мощнее чем на элизабет потому что теплообменник это бойлер который там составляет дай бог памяти два литра или полтора короче ребят точно цифру сейчас в приведем я не помню уже по памяти но это то есть гораздо больше бандура в которую вода кипит и за счет этого объема пар получается мощнее даже если вы поставили температурный режим низкий а по сути честно если между нами говоря этими температурными режимами ну да там есть дополнительный датчик который будет делать более более качественное поддержание более тонкое поддержание температуры но тем не менее вы также могли эти температурные режимы только не понимая на что ориентироваться накручивать пресс-остате в обычных теплообменников но для этого обычно надо снимать крышку разбирать а тут все вынесено на кнопки спереди что удобно для любителей обычных теплообменников в маре x есть отдельный выключатель который отключает работу температурных режимах и у вас получается обычный классический теплообменник где регулировка температур происходит через давление пресс-остатом и нет никаких вот этих удобных температурных режимов это есть но таких для староверов скажем так температурные режимы которые выделяются на вперед это реально удобно и это приблизило мар x кофемашину которую мы можем покупать для в том числе качественного эспрессо сказать о том что с теплообменник получать плохой спросит вранью полная но просто стабильность пролива теплообменники очень сильно зависит от того когда после нагрева готовили кофе или сбивали пар то есть температура немножко скачать теплообменники и там тяжело добиться поддержания точного уровня температуры как более в однобойлерных рожках либо в мультибойлерных там где кофейный бойлер отдельно отделен от парового марикс это температура поддержания на большем уровне скажем так то есть и если вы в основном сбиваете капучино но том числе и хотите приготовить иногда и эспрессо какой-нибудь интересненький принц марикс для этого подходит группа е61 который здесь стоит на что она влияет но здесь ну два фактора из работы первый фактор работы вот эта вся камера это все огромный кусок металла который у вас торчит спереди он позволяет меньше терять воде температуру во время пролива из бойлера по группе вам в чашку но система стандартная обычных таких небольших кофейных бойлеров спид контролем как набрана элизабет она по сути совмещена с группой и более греет группу поэтому нельзя сказать что это прямо вот с плане термостабильность что марикс прям сильно лучше чем элизабет наверное нет все таки пид контроль здесь гораздо важнее влияет это мое мнение конечно второй момент стандартной группе е6-1 есть камера предсмачивания она здесь здесь тоже есть и у вас будет всегда использовать предсмачивание насильно вы не сможете на это влиять в этом нет ничего плохого это я просто люблю но сам настраивать машин как мне нравится да но имейте ввиду что какие-то рецепты которые вы будете видеть в интернете приготовление эспрессо например дозировка что мы берем этот кофе берем столько-то грамм нужно получить так столько-то грамм на выходе за столько-то секунд в случае е6-1 группы могут отличаться потому что у вас все таки время приготовления немножко будет другое из-за насильного предсмачивания который там пум 7 секунд или 6 секунд в е6-1 ну вот как-то так минус в это назвать нельзя мягко говоря из минусов е6-1 лися я выделю то что это всегда торчащая группа вперед с точки зрения дизайна кому-то это нравится такой ретро стиль но я постоянно задеваю эту группу ну то есть руками она горяченная плюс разогревается такая группа дольше ну то есть если мы говорим что элизабет 15 минут и все и вперед приготовление двойного капучино либо двух чашек капучино то с марой несмотря на то что бы кто не говорил про все эти быстрые разогревы если у вас есть от первой группы теплообменник ребят делается 25 минут пожалуйста ждите точки зрения смотреть кофемашин прежде всего для приготовления капучино вы можете спокойно выбрать мару x вместо элизабет почему бы и нет теперь она или вы если вам просто нравится дизайн тоже могу вас благословить хорошая кофемашина давайте перейдем к самому топу к тому что в россии к сожалению для многих недостижимая вообще по сумме это бьянка бьянка несмотря на то что бьянка больше по размеру да чем мара элизабет и так далее тем не менее она все еще считается домашней хотя я встречал упоминание что некоторых кофейнях небольшая проходимость либо как доп машина она стоит и действительно она может уже вытягивать по анти нагрузки главное отличие бьянки в первую очередь который бросается помимо размеров это ротационная помпа то есть здесь стоит уже профессиональный насос и вот за что ротационную помпу некоторых профессионал любят помимо того что естественно там она на больше нагрузки рассчитана но как бы тут такой момент главное и отличие это ровный стат мы настраиваем мощи самого мотора и подачи воды происходит не рывками отсюда и название по сути вибрационный помп то что там вибрация а прям ровно аккуратный поток и это часто выделяли как большое преимущество с точки зрения качества эспрессо и скажем так с моей точки зрения я оставлю это на совести тех кто так говорит потому что я сильной разницы не чувствую хотя нам все говорят про то что так и должно быть вот мы когда слепую тестировали анну с бьянкой хотя я считаю что тот момент бьянка была не лучшим образом помол под бьянку настроен тем не менее она выдала напиток не хуже то есть все уже зависит от ваших рук и главный плюс ротационной помпы что это овер как надолго вот как бы я бы это выделил так второе это большие бойлеры если мы говорим про домашнюю машину трянув большие бойлеры то есть кофейный бойлер у нас 800 миллилитров напомню что вы лиза бы тот паровой бойлер был 06 а здесь кофейный 08 естественно нагреватель уже другого другие идут тены более мощные и большего размера чтобы все это разогревалась паровой бойлер полтора литра ну ребята если к вам придут гости домой у вас точно никаких проблем с паром не будет на бьянке хотя у меня пока элизабет тоже не вставала в такие моменты при которых бы были бы какие-то проблемы с паром самое прикольное что резервуар для воды здесь вынесен за пределы кофе-машины то есть он можно поставить с разных сторон потому что внутри места для него не оставалось вот поэтому опи клапана и соответственно дополнительного сброса назад уже никакого нет ну блин ребята как бы здесь уже рота помпа вы настраиваете мощность вам уже не надо ограничивать дополнительный клапан здесь является исключительно аварийным ешьте от первая группа но уже разобранное что мне нравится да у вас остается вот этот дизайн если он вам нравится у вас остается огромный кусок металла который обеспечивает ровный пролив температуру пролива без падений но при этом камера предсмачивания из группы и 61 в объемки была вытащена и перенесена на предсмачивание с помощью клапана электронная соответственно через наш компьютер также как вы лиза бы то есть вы можете программе предсмачивать до 8 секунд а можете вообще его отключить как вы хотите и это плюсик также что вы можете сразу увидеть это такой интересный рычажок на группе е61 это вот как раз таки место вы камеры которые вытащили поставили flow метр то есть вы можете дополнительно регулировать давление открывая и закрывая проход группу это за флажочек сразу говорю если вы не хотите регулировать скорость протока то есть вы хотите вот настроены попытам на 9 бар до и вы все вот просто открыли рычаг закрыли когда надо без проблем флажок ставите в определенное положение начиная ну где-то во второй половине подход подбираете идеальный показатель и оставляете так но если вы захотите влиять дополнительно вкус кофе регулируя скорость потока поверьте это будет сказываться на вкусе что вообще это такое смотрите у нас есть мощность помп в барах да это вот давление которое выдается также у нас есть скорость пролива ну или грубо говоря сколько грамм воды выливается в одну секунду кто-то замеряет там за 30 секунд и этой цифры можно играться соответственно у вас вода подается медленнее и аккуратнее при этом по сути ну это немножко другой не совсем давление здесь не путайте так вот на это можно влиять на вкус кофе некоторые говорят что при перекрытии получается прямо очень нежнейший спрос но естественно время варки кофе будет дольше не 25 секунд там про 33 30 но это не так страшно так вот некоторые свои машины апгрейдит тем что покупать жиклеры разбирают вставляют и как раз ограничивает искусственно этот поток но если другое решение которое здесь реализовано это игольчатый кран в результате чего вместо того чтобы все это разбирать ставить какой-то жиклер который вот прям урежет ваш поток в там в два раза полтора раза четко фиксировано вы можете играться если у вас стоит игольчатый кран и регулировка удобно что здесь и реализовано и вы можете менять профиль эспрессо прямо во время проливы то есть начали аккуратно поднимать скорость проливы тем самым по сути это и есть предсмачивание то есть давая плавный старт нагнетание потом во время нали пролива когда у вас меняется давление в реальности в группе потому что таблетка начинает уже со временем пролива чуть-чуть разъедаться ну вот у вас естественно проходит вода все больше больше вы можете отрегулировать делать меньше либо сильнее как вам надо давление а потом аккуратно также уходить выключать и чтобы не резко выключить помпу и вас резко боролась аккуратно закрывать проток и все это влияет на вкус остальное примерно ну то же самое здесь у нас нет программирования пролива потому что у нас рычаг классический на е6 от первой группы но при этом он таймер подачи у нас кофе есть тоже здесь по особо проблем нет а кстати в объемке как и вы лиза бы тоже о чем мы не сказали но это казалось не так важным вы можете отключать паровой бойлер то есть если например ну условно говоря вашей семье жена пьет капучино вы пьете эспрессо и жена уехала к маме например по разным причинам да или там командировку еще куда то неважно и в нафига вам ждать пока нагревается паровой бойлер вы не пользуетесь вы можете просто через компьютер его отключить да и у вас потребление электричества будет меньше и соответственно машина готова уже к работе теории бьянку можно подключить на работу с водопроводом и на прямой сброс ну можно подключить это не означает что вы будете иметь пользоваться потому что вам как бы это нафиг на что на мой взгляд теория повторюсь если вы владелец небольшой кофейной точки либо если у вас есть там кафе общепит куда вы хотите попробовать поставить кофе машину либо у вас там стоит кофе-машина и она накрылась бьянку можно будет использовать как запасной вариант профессиональной кофе-машины то есть ее можно будет привести и на ней готовить напитки для гостей небольшую нагрузку она выдержит если у вас очень ограниченный бюджет и вы хотите взять кофе-машину чтобы готовить качественный эспрессо или даже капучино дома то можете спокойно брать базовую линейку серьезно низкая группа 57 размер ну все это довольно-таки не так сильно важно когда речь идет об ограниченном бюджете за все вот это вы должны много что заплатить то есть запрет матч из высокую группу и так далее если вы не готовы это делать либо просто физически не можете берите спокойно она нет это хорош кофе-машины я с них начинал единственное что моем совет на будущее если вы хотите надолго с ней остаться постарайтесь не сэкономить здесь сейчас и добавьте деньги на версию speed контролем хотя это касается в первую очередь если вы готовите эспрессо если вы в основном готовите молочные напитки на них то можно спокойно и на пит контроль забить тоже вот то же самое касается анны и они то есть возможность покупайте отдельно кофемолку кофе-машину но максимально экономите берите тоже они то не бойтесь не все нормально я повторюсь я начинался не ты ничего страшного в этом нет теперь что касательно более уже дорогих моделей где уже может по выбирать до для чего-то если вы пьете сам черный напиток не хотите приплату точнее то что у вас не день вы просто не хотите переплатить за то чем вы не пользуетесь до спокойно берите викторию но серьезно то есть ее основные минусы связанные с приготовлением молочного кофе но по сравнению там да именно с лиз бы там или marx ребят ну вы же в основном берет для черного кофе да и сбить молоко здесь никто не мешает поэтому то что там трубочка как от анны стоит тогда все мелче и главное что вы потеряете если возьмете не виктория не елизабет для черного кофе это таймер то есть таймер виктория есть но нет отключения пролива и это важно только при приготовлении капучино как раз таки параллельно а так как у нас этого нет то и пофиг на автоотключение но из из то что вы еще потеряете то что вы лизабет ставить более тихая помпа высокая группа здесь есть 58 размер есть предсмачивание есть пит контроль есть класс то есть что если вы фанат черного кофе виктория можете спокойно взять и не переплачивать есть вы фанат соответственно напитка с молоком либо фифти-фифти и так и так хотите пить употреблять да то мой совет смотреть в первую очередь в больную систему потому что вы можете и не терять качестве эспрессо вообще и капуч тоже хорош но можете сэкономить взять мару x принципе если в основном пьете молочные напитки то можете выбирать просто даже по дизайну и либо по размерам marx она более глубокая но более узкая за счет того чтобы более один но больше элизабет соответственно менее глубокая но более широкая потому что нас два боли расположены то есть если в основном готовите молочные напитки можете выбирать по дизайну по цене по размерам плане молочных напитков вы не потеряете даже наоборот marx будет помощнее пар за счет того что там большой теплообменник если же у вас много денег и просто хочется все лакшери ну бьянку тут это просто бьянка это то по сути бьянка это та машина при разницу который с каким-нибудь условно говоря дорогущим до лакорта которые стоят у многих там в лабораториях да у профессиональных ображдали там надо уже начинать с лупой и разницы есть но пьянка это по сути профессиональный продукт дома без всяких скидок на то что это домашний продукт серьезно потому что мы получаем и профессиональную помпу и много дополнительных настроек и термостабильность как профессиональной кофе-машине поэтому бьянку может даже со спокойной совестью брать те же самые лаборатории если у вас например нет денег на дала корта можете вместо апии которые обычно в таких случаях берут можете спокойно взять бьянку хватит за глаза то есть ну если вы дома хотите построить что-то из этого рода тоже пьянка это кайф вот как-то так у меня просто денег на бьянку не хватило поэтому брал лиза чтобы я там не говорил про размеры хотя в тот момент для меня это было важно часто у меня вот бьянка спокойно поместилась бы в офисе чтобы этом не говорил про размер про все это главная причина то что взял лиза в эту нибьянку было цена на этого сегодня все пейте вкусный кофе покупать хорошую кофе-машину надеюсь я смог вам объяснить максимально всю разницу между моделями все пока